Товарищи! Беседа налегке и без официоза. Александр Сладков работал в Афганистане, Ираке и Сербии. Освещал трагические события в Буденновске в 95-м. Сейчас рассказывает о ситуации в Донбассе, но при этом военным журналистам себя не считает. Военный журналист – это человек, который военный, и он же журналист. А я гражданский человек. Я с удовольствием возьмусь за любую. Мне вот вообще, честно говоря, мне интересно даже невиномыск, что это за город. Понимаете, люди, они интереснее войны. Обычные люди. С Александром говорили о разном. Главная тема, конечно же, специальная военная операция. Ставропольских журналистов интересовали живые истории из первых уст и эмоций репортера. Штурмовые действия, они, может быть, сами по себе не так тяжелы для человека привычного. Но ожидание, подготовка, все должно быть выверено, как в боксе, или в борьбе, или в каком-то единоборстве. Ты должен подойти в определенной форме эмоциональной к этому делу. И она немножко выгораешь после таких действий. Кстати, самой эмоционально сложной командировкой для Александра была первая чеченская кампания. Особенно жутко было во время штурма Грозного. Даже взрыв в городе, он слышится по-другому. Если это город, я сначала приехал, я не понял, как будто огромный жестяной лист падает на землю. Звук совершенно не соответствующий той фонетической модели, которую мы приняли у себя на полигоне, в бою в городе, в лесу. В смысле, в лесу, в горах там. Сладков отметил, что такие встречи важны для всего журналистского сообщества. У каждого свой опыт, потому что в регионе очень тяжело работать. Очень тяжело. Мы всегда, люди моего цеха, репортеры, они всегда с удовольствием общаются. Вы достаточно открыты, откровенны, свободны в суждениях. Очень интересно. Самое главное в работе журналиста, по мнению Сладкова, это говорить правду в своих материалах и давать зрителям то, что им необходимо. Сейчас людей в большинстве интересует поддержка мобилизованных и их близких. Дети, мужья, они их отдали нам для того, чтобы они нас защищали. Теперь мы должны сделать так, чтобы общество повернулось лицом к ним, чтобы общество и руководство, и муниципальное руководство, муниципальные чиновники не отмахивались от них, принимали их как родных гостей, дорогих гостей и помогали им жить в этой непростой, для них самой непростой ситуации. О работе современного журналиста говорили много, но все собравшиеся точно сошлись в одном. Со своей аудиторией важно быть честным. В этом уверены Герман Кудеяров и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.